Всем привет, с вами Субурбан, и я наконец вернулся, извините, что не было так долго видео, пожалуй, слишком долго. Ну что ж, вот, у меня теперь появилось время, и я сегодня расскажу, как я съездил в парк Патриот. Приятного просмотра. Сейчас я буду показывать фотографии и парочку видео. Ну что ж, начнем сначала с самого главного. Что такое парк Патриот? Ну, я даже не знаю, наверное, все мои зрители это знают. Это огромнейший парк, находящийся рядом с Центральным музеем в Кубинке. Там огроменная площадь. Конечно же, я получил массу удовольствия и кучу-кучу эмоций, потому что там стояла техника от, там, не знаю, 80-х, 50-х годов до современной, которые используются по сей день, и новейших, там, разработок по типу разных, там, типа брони для Т-90 и так далее. Вот сейчас вы увидите кадр, там, что внутри МАЗа. Там тополь стоит. Представляете, мать его, тополь. Он такой огромный вообще. Что мне больше всего, пожалуй, понравилось, так это то, что техника не окружена каким-нибудь там заборчиком или сеткой. Там стоит рядом лестница, можно забраться на крышу, там, или внутрь сесть. Запросто посмотреть, что там находится, что там, как все устроено. Это очень классно. Вот, собственно, этот тополь М. Какой же он громадный. Вы себе просто представить не можете. Вот, собственно, моя рука рядом с колесом. Ну, я вообще себя чувствовал карликом. Да, значит, вся техника там на ходу. Что самое крутое, конечно же. Так, что, значит, еще? Там есть еще столовая, по-моему. Ну, это ладно, не важно, мы сейчас поговорим про технику. Там вот стоит обслуживающий персонал, или как это называется, утопля. Опять-таки, двери открываются, то есть, можно залезть, посмотреть, что там внутри. Никто вас не остановит. По крайней мере, на данный момент, когда вот я был, а я был там, получается, 5 августа. Конечно, на фотографиях очень сложно передать всю площадь этого парка. Но вот здесь можно, в принципе, понять, я думаю. Вот Т-72 стоит. Танков там куча. Вообще просто огромное количество. Вот здесь они стоят, в ряд. Я, конечно, не смог много сфотографировать, у меня памяти мало. Как-то так, короче. Да, очень классный парк, и очень круто. Я был еще в прошлом году, но он был не достроен. Сейчас вот он открылся полностью. Конечно, нечто. Вот просто всем советую съездить. Вот пион стоит. Вот здесь видео идет. Там музыка играет. Прикольно так. Не знаю. Конечно, есть и грустная, конечно, там военная техника, все такое. Но все равно так, немножко, как-то, не знаю, атмосферу такую создает. Техника ВДВ. Там еще вертолеты есть. Там катер еще есть, тоже военный. Чего там только нет, короче. Там столько, я говорю, опять же-таки, площади, что, мне кажется, туда можно запросто Ту-95 поставить, и он туда поместится. Вместе с Ту-160, лебедь. Крысь. В общем, классный броневик. Опять же-таки, на таких огроменных колесах. Здесь, опять же-таки, я сравню свою руку. Да. Как там внутри. Стекла там такой толщины. И вертолет. Я, конечно, на вертолетах плохо разбираюсь. Это уже, там, вы пишите в комментариях, как он называется. Это не единственный. Там еще самолеты стояли. Опять же-таки, можно запросто залезть, посмотреть. Конечно, двери там не открываются уже у вертолетов. Они там запаяны. Но все равно. А, там же еще и гаубисы стоят. Это, я так понял, воздушно-морской... Воздушно-морские силы. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился такой формат видео. Потому что он для моего канала новенький. Будут еще такие форматы, где я буду, опять же-таки, рассказывать про парки. Что я могу сказать про этот парк? Охрененный парк. Мне он просто очень понравился. Еще, если будете проезжать, то заедьте в Кубинку. Он там недалеко, буквально в минутах десяти пути от Патриота. Но Кубинка это уже такой более известный. Там много, я думаю, было людей. Но и там площадь не такая большая. Там танки стоят, как, не знаю, сельдь в бочке. Короче, парк офигенный. Всем советую туда съездить. Если были, то пишите свои там ощущения. Значит, что остается сказать. А, с вами был Субурбан. Всем пока и до новых встреч. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!